Акция по высадке деревьев, согласно поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, проходит сегодня во всех муниципальных образованиях региона. Вот уже шестой год, весной и осенью, на территории Московской области проходят массовые акции по высадке деревьев в лесах и парках нашего региона. Девиз этой акции – наш лес, посади свое дерево. В субботу, 22 сентября, в Электрогорске, как во всех городах Подмосковья, прошла экологическая акция – наш лес, посади свое дерево. Перед началом ее были определены и подготовлены площадки, на которых жители города высадят саженцы молодых деревьев и кустарников. Добрый день, уважаемые жители Электрогорска, почетные граждане, наши ветераны. Я очень рад приветствовать вас на нашей очередной акции «Посади свое дерево». И особенно приятно сказать, что у нас сегодняшний, в нашем городе Электрогорске, сегодня 18 таких площадок. Вот одна из площадок, центральная, скажем так, ее называемая, это площадка на привокзальной площади. Хочется пожелать вам в этот действительно солнечный и теплый день хорошего настроения, успехов в посадке деревьев, и чтобы каждый из вас, находящийся здесь, внес свою лепту, скажем так, в очищение, в легкие нашего города Электрогорска и сделал его краше. Но на самом деле мест, где жители высаживали деревья, было больше. С самого утра учителя и школьники, сотрудники предприятий и организаций, неравнодушные жители, взрослые и дети приступили к работе. Наша природа и то благоприятствует нам, чтобы мы вышли и внесли свою лепту посадить вокруг памятника нашему образователю нашего города, который сделал очень много, чтобы наш город процветал. Центральной площадкой зеленой акции стала привокзальная площадь. Здесь, возле памятника основателю нашего города Роберту Классона, по проекту архитектора должна появиться уютная зона отдыха. С лавочками, фонарями и красивые аллеи из лип. Мы сегодня сажаем разные породы деревьев в разных местах. На вокзале мы сажаем прежде всего липу мелколистную. Это будет большое дерево, мы его будем обрезать. В будущем будет красивая такая аллейка. Мы сажаем туи пирамидальные. Это тоже вечно зеленое растение. Оно будет расположено тоже вдоль скамеек, такая рядная посадка. И по периметру вдоль дорожек мы сажаем пузыреплодник, коленолистный, красную форму. У нее яркие красные листья и будет красиво, когда все кусты разрастутся. Они будут подрезаться, формироваться у них крона будет. Все будет красиво и ярко. Управляющая компания «Ленком» заранее подготовила места для посадки деревьев. Выкопали лунки, разложили саженцы. Перед началом работ людям рассказали, как правильно высаживать саженцы, чтобы они не погибли. Сначала залить водой, потом разболтать немножко грунта в лунке с этой водой. И потом в эту вот жижу, похожую на сметану по густоте, надо опустить плавно посадочный материал. Посадочный материал у нас с закрытой корневой системой двух типов. Один в тканых мешках, другой в горшочках. Горшочки мы снимаем и этот ком в земле аккуратно опускаем в лунку. После инструктажа участникам раздали садовый инвентарь, перчатки, ведра для воды. И работа закипела. Жители города, чтобы посадить свое дерево, пришли на акцию вместе с детьми и внуками, с близкими и родными, с друзьями и коллегами. Коллеги пришли со своими семьями, чтобы поучаствовать в данном мероприятии. Во-первых, дети – это цветы нашей жизни. И если мы не будем привлекать к этим мероприятиям, если мы не будем прививать культуру безопасности, не будем прививать культуру того, что мы должны следить за природой, то, что мы должны сделать природу такой первозданной, содержать ее в таких рамках, чтобы мы оставили будущим поколениям, чтобы наши дети, наши внуки, они уже гордились нами, что мы сейчас заложили какой-то кирпичик, и этот кирпичик потом даст большие плоды. Сотрудники предприятия «Кроношпан» каждый год принимают активное участие в городских экологических акциях и заботятся о том, чтобы наш город был зеленым, чистым и красивым. Следите за теми растениями, которые вы посадили? Ну, конечно, следим. Конечно, мы как бы осуществляем обход, мы осуществляем осмотр. Но и сами понимаете, то есть осенью, весной мы стараемся как-то свои саженцы оккультуривать, стараемся смотреть, то есть где-то, может быть, саженец может не прижиться, мы сразу оперативно меняем, то есть у нас как бы работа в этом процессе организована, мы проводим эту работу. Не остались в стороне от общего большого дела наши ветераны. Сегодня на новой аллее, наследство будущему поколению и в продолжение дела Роберта Классона они посадили шесть деревьев. Как обычно, каждый год высаживаются деревни в городе Лектрогорске, поэтому наш город такой зеленый, красивый. Сегодняшний день леса совпал с монтажом памятника Роберта Леонидовича Классона, основатель города Лектрогорска. Мне особенно приятно, так как я 25 лет был директором ГРС-3, поэтому сегодня просто радостный день такой. Я думаю, что вот это совпадение не случайно, поскольку Роберта Дарвича, основатель города, он много сделал для нашего города. Ну а те, кто в силу почетного возраста не может взять в руки лопату, пришли поддержать всех, кто не остался сегодня дома, а вышел на улицу, взял в руки лопату и посадил свое дерево. Прихожу подержаться за дерево, которое обязательно вырастет. Я питаюсь от него, а оно от меня. Останется нашим потомкам. Пообщаться прихожу. Вот из совета ветеранов, пообщаться с ними прихожу, потому что человек не может жить без общества. Более 500 саженцев деревьев и кустарников посадили жители в рамках акции «Наш лес, посади свое дерево». Можжевельник, голубые ели, липы, туи, сирень, сосна, клены, рябины появились на территориях школ, бульвара, городских дворов и улиц. Более 30 саженцев для проведения акции предоставила компания «Кроношпан». Самые наши основные акции, то есть по весне мы устанавливаем скворечники, лес Победы – это тоже самая наша основная акция. Мы занимались высадкой около клуба саженцев в этом году. Акция «Наш лес, посади свое дерево» стартовала в 2013 году и до сих пор продолжает набирать обороты. И все большее количество людей вовлекается в это доброе дело. Я сегодня посадил свое дерево со своей сестрой. Ты первый раз принимаешь участие? Первый раз принимаю тут участие. Тебе понравилось? Очень. А ты будешь следить за своим деревом? Буду. А что ты будешь делать? Каждый день приходить сюда, поливать свое дерево. А для чего мы сажаем вот эти деревья? Чтобы наш город рос и чтобы возле памятника было очень красиво. И пусть это пожелание обязательно исполнится. Через несколько лет посаженные деревья подрастут. И кто будет проходить по новой липовой аллее, прогуливаться по улицам города, отдыхать на бульваре, заниматься на стадионе, поведет ребенка в школу, глядя на них, обязательно вспомнит тех, кто сажал эти деревья. И каждый из нас будет гордиться самым красивым и зеленым городом во всем Подмосковье.